Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии пятницы. В новом уже 2020 году мы продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях и разбирать их вдоль и поперек, чтобы понять, как нам действовать с точки зрения долгосрочных идей, основывающихся как раз на этом фундаменте. Друзья, 2020 год мы начинаем с довольно серьезного, внушительного ралли, который наблюдается на нефтяном рынке. Это все следствие самой настоящей войны, которую Соединенные Штаты Америки развязали на Ближнем Востоке. Об этом риске мы также говорили в конце 2019 года. И для тех, кто сохранял длинные позиции, в отличие от меня, я, в принципе, вас мотивировал на то, что вы все правильно делаете. Потому что тот фонд, который сложился, он только и способствовал тому, чтобы котировки ушли в район 70 долларов за баррель. Я повторюсь и признаю, что вышел из длинных позиций рановато, но эти деньги, скажем, мертвым грузом, которые мне удалось высвободить, они не стали лежать. Я их ориентировал на евро и правильно сделал, потому что европейская валюта после касания сопротивления 1.12 чуть-чуть мы забрались повыше, развернулась и сейчас котируется уже фактически на 50 пунктов ниже. Поэтому я не горю и то, что мне не удалось урвать еще большего роста от нефтянки, поскольку по евро была возможность, я воспользовался компенсировать, опять же, неполученную прибыль на нефтяном рынке. Давайте поговорим конкретнее, что происходит на рынке черного золота. Сейчас 68.47 – это кассировки Brent, которые мы наблюдаем. Хайп был 69.15, чуть-чуть не дотянули до 70 долларов за баррель. Обрисовывая перспективы нефтяного рынка и говоря о том, почему сейчас этот сектор растет, все просто, друзья, мы по-прежнему работаем со старым фоном, который неопределяющий сейчас, но он влияет на общее рыночное настроение. Этот фон, который упирается в торговую сделку США и Китая, по сообщениям Трампа, первая фаза торгового соглашения будет подписана уже 15 января, то есть совсем скоро. И я говорил вам, друзья, то, что хотя бы какой-то прогресс с полей переговоров США и Китая, это хоть что-то, что мы можем закладывать в основу будущего роста всей мировой экономики и повернуть этот фонд под определенным углом, скажем, создав возможности и предположив, что это, благоприятно, скажется на мировой экономике и на последующем спросе на углеводороды. Мы также растем на фоне данных по запасам нефти США. Сегодня в 19.00 выйдут данные по запасам. Немного неправильный день с точки зрения публикации этих релизов. Это все из-за праздников. Друзья, уже на следующей неделе мы придем с вами к привычному ритму, и этот релиз будет публиковаться в среду. По ожиданиям запасы снова снизятся, и, пожалуйста, это еще один фактор поддержки. Кроме того, Китай, чтобы далеко не отходить от перспектив одной из ведущих экономик мира, и, кстати, Китай и генерирует наибольший спрос на углеводороды, благодаря действиям Народного банка Китая может претендовать и рассчитывать на улучшение также собственных экономических перспектив, потому что Народный банк Китая в очередной раз, по-моему, восьмой или девятый за последний год снизил норму обязательного резервирования для коммерческих банков, чтобы высвободить больше ликвидности и пустить ее в развитие экономики. Это стимулы для экономического роста. Ну и, конечно же, главный фактор роста нефтянки. Опять же, это все доказывает тот рост, который прошел в последние часы. Этот рост последовал за сообщениями о том, что США атаковали и совершили ракетный удар по аэропорту в Багдаде. Есть, к сожалению, друзья, жертвы. Я уверен, что Иран без ответа не останется, поэтому мы говорим не только о факте случившейся эскалации напряженности. Я боюсь, что тот конфликт, который сейчас развязался между Ираком, Ираном и Соединенными Штатами Америки, будет центральной темой на ближайшие недели. И как бы нам не хотелось, но нам придется работать с этим фоном, который, к сожалению, обычно преобладает довольно негативными красками и такой эмоциональной составляющей, поскольку этот конфликт очень часто сопряжен с большим количеством человеческих жертв. Почему нефть растет? Потому что Ближний Восток, рост напряженности, конечно же, всем известный риск, связанный с этим, это риск перебоев поставок. Поэтому, если длинные позиции еще в вашем арсенале, друзья, 70, я думаю, мы точно увидим уровень, возможно, даже закрепимся выше. Поскольку я уже ралли последнего дня, ну что уж, что-то скрывать упустил, сейчас на хаяк заходить уже не буду, но если у вас длинные позиции в арсенале, держите их, друзья, это очень хорошая сделка. Дальше идем. Доллар и иена 108.11. Я, признаюсь, в конце года купил эту валютную пару, поскольку был уверен в том, что мы будем работать с позитивным геополитическим фоном и с ожиданиями того, что ФРС не станет более торопиться со снижением процентной ставки. Но поскольку в игру вмешался снова такой геополитический фон, как конфликт на Ближнем Востоке, ожесточенный конфликт с потенциальным продолжением, конечно же, сейчас будет преопадать спрос на защитные инструменты. Поэтому, друзья, наверное, нужно быть реалистами, признать, что в таком информационном пространстве и с таким окружением лучше уж не работать пока что с идеей, которая против защитных инструментов. Поэтому я рекомендую вам выйти из длинных позиций, ну и пока что в целом активность какую-то дополнительную в этой валютной паре не проявлять. Если хотите, то как косочно можно попробовать до продать. Я лезть пока не буду, потому что, опять же, минус уже зафиксировал небольшой, но этот минус, он не идет ни в какое сравнение с тем профитом, который удалось получить на золоте. Друзья, потому что золото, хай, 1543. Вы помните, в конце прошлого года мы говорили о том, что наша цель является 1550, и мы доберемся до нее в первом квартале 2020 года. Ну вот, пожалуйста, 3 января мы фактически в одном шаге. Я думаю, что при дальнейшем развитии событий и при сохранении такого восходящего импульса фактически несколько часов понадобится золоту, чтобы добраться до уровня 1550. Там фиксируемся, друзья, выходим и смотрим за развитием событий со стороны. Евро против доллара снижается 1,1167. Повышенный спрос на защитные доллары – это фактор давления для главного валютного риска. Евро еще просел после выхода слабых отчетов по индексам производственной активности накануне Германии и еврозоны. Индикаторы по-прежнему очень ниже 50. Соответственно, экономический спад промышленного сектора продолжает преобладать, и это все выстилает ковровую красную дорогу для доп. стимулов ЕЦБ по более агрессивному потенциальному снижению процентной ставки и возможному увеличению программы количественного смягчения. Поэтому по евро, как и говорил, здесь только лишь дорога вниз. Фунт против доллара 1,3123. Я держу длинные позиции. Вы видели во вторник, какой ралли за один день фактически ни на чем может показать фунт. Он доказал всем тем, кто сомневался в его росте, что он может сейчас активно расти. У меня в связи с этим настроение, конечно же, улучшилось. Я пока что не буду отказываться от длинных позиций. Я жду, когда парламент вернется с каникул. Это произойдет уже в воскресенье, в понедельник. Думаю, будут какие-то комментарии. Ждем, чтобы парламент убедил Джонсона все-таки продлить переходный период, в течение которого Англия должна согласовать и добиться торговых условий с Европейским Союзом. И еще одна, друзья, хорошая сделка, которую мы провели. Австралийц против доллара мы продавали. Я увеличивал короткие позиции с уровня 0,6930 и с 0,70. Сейчас на отметке 0,6959 я понимаю, что все правильное дело. Потому что мы говорим в новом году, так же, как и раньше, о слабом темпе роста заработных плат, о слабом рынке труда, о засухе, о пожарах, о спаде в промышленном секторе. Все это, друзья, в феврале, по-моему, 4 февраля состоится следующее заседание Резервного банка Австралии, заставит РБА снизить процентную ставку. Я к этому уже готовлюсь сейчас, поэтому цель, друзья, 0,67. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.